Деньги за память в областном роддоме, который находится на улице Березовой, нашли способ, как зарабатывать на новорожденных. Бизнес на детях приносит немалый доход. По нашим подсчетам, это несколько миллионов рублей в год. Сотрудники учреждения не навязывают услуги матерям малышей, но ставят семьи в такие условия, что мечи вынуждены платить. Но за что, расскажет Ахмена Теннесова. Вот мы фотографа-оператора пригласили, хотим, чтобы сняли как перенад. Только там. А почему? У нас здесь сон. Не просто областной роддом, а целая индустрия. Медсестры здесь освоили новую профессию фотографов и операторов. В стенах областного учреждения рынок жестко монополизирован. В комнату сборов малыша конкурентам вход запрещен. А счастливые отцы за фото или видео долгожданного ребенка готовы отдать любые деньги. За пять фотографий и несколько минут съемки женщина просит 1700 рублей. Цены не только кусаются, они еще и различаются. Видимо, в зависимости от того, сколько денег готовы заплатить родственники. За своих сотрудников вступает заместитель главврача Вячеслав Ралко. По его словам, медсестры ничего не фотографируют. Снимки делает якобы совершенно сторонний предприниматель из Самары, который арендует у них помещение. Вячеслав Ралко уверяет, в пеленальной комнате даже фотограф арендатора снимать не может. Но потом сам же себе противоречит. Она может там снимать, фотографировать, фотографировать. Но она у нас обследована, она имеет допуск. Медицинскую карту она полностью имеет допуск. Но если кто-то хочет сфотографировать, пожалуйста, он может пройти флюорографию, сдать на РВ. И если уж по просьбе мамы, как говорится, мы можем допускать, пожалуйста. А почему не предупреждают об этом маме? Да как не предупреждают? Да предупреждают об этом. А вот Елене Белоусовой, которая приехала встречать дочку с внучкой, о такой возможности никто не сказал. Ей выписка из роддома обошлась в 3000 рублей. Объявлений никаких не было. Абсолютно. Нам предложили 3000. Ну, нам пришлось, конечно, я даже не знаю, нам пришлось согласиться. Я бы лучше эти деньги на ребенка бы истратила. Но это очень-очень как-то бьет по карману. Понять, кто же все-таки оказывает коммерческие услуги, сложно. Сколько платит якобы посторонний фотограф за аренду? И когда больница заключила с ним договор, заместитель главврача сказать в интервью отказался. Зато можно примерно подсчитать, сколько бизнесмен получает прибыли. В год в областном роддоме рождается не меньше 3000 малышей. И если при выписке каждая семья платит столько же, сколько Елена Белоусова, то бизнесмен зарабатывает около 9 миллионов рублей в год. При этом, по данным регионального министерства имущественных отношений, предприниматель три года снимает в аренду всего два квадратных метра. И по сравнению с прибылью платит в бюджет Омской областной больницы копейки всего 1300 рублей в месяц. Тахмина Тыныцева, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.